Здравствуйте, это программа курс дядюшки по breaking news, экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. А на выборах не забудьте проголосовать за меня на 197 округе, ну и в целом по списку. Ну и что, как пошла пьянка. Минцельхоз США резко снизил прогнозы по сборам зерновых во всем мире на фоне погодных бедствий, охвативших планету от Евразии до Америки. Урожай в России составит 72,5 миллиона тонн и будет на 15 процентов или на 12,5 миллионов тонн ниже изначальных оценок. Настолько резкого разового снижения оценок для России не было много лет, отмечают эксперты. Прогноз по экспорту российского зерна снижен на 5 миллионов тонн, до 35 миллионов всего. Еще сильнее, если это нас успокоит, на 24 процента. Минцельхоз США снизил прогноз по урожаю пшеницы в Канаде, а вот в самих Штатах урожай будет худшим за последние 19 лет. Ситуацию усугубляет то, что мировые запасы пшеницы существенно ниже ожиданий. 279 миллионов против прогнозов 288 миллионов тонн. В России на прошлой неделе пшеница четвертого класса подорожала на полтысячи рублей до 13 375 рублей за тонну, а с середины июля котировки выросли уже на 11 процентов. Эксперты отмечают, что цены быстро растут по всей стране, что было обусловлено высоким спросом со стороны экспортеров и переработчиков. На фоне динамичного роста рынка многие продавцы отказываются от исполнения действующих контрактов, что вынуждает некоторых покупателей еще более активно повышать цены. Дмитрий, учитывая стремительное обеднение россиян, которые мы не устоим комментировать из выпуска-выпуск, может ли ситуация с ценами на пшеницу сейчас привести к тому, что осенью наименее обеспеченные части населения России перестанет хватать на хлеб? Я думаю, что все будет развиваться следующим образом. Выборы действительно пройдут и до выборов власти будут предпринимать ритуальные шаги, а именно выдавать деньги на детей и семье детьми. Сейчас, как вы знаете, ФАС очень сильно озаботилась так называемыми наценками на товары. Почему так называемыми? Потому что слово «наценка» не существует как класс, а перепад в товаропроводящем кольце между ценой закупки и ценой предложения связан, простите, с огромным количеством работ, которые делаются с товаром. Вы не покупаете ни по лету, вы не покупаете товар в обязательном порядке, а контрактация, напомним, в ритейл, и просто получает отсрочку. Но эта отсрочка совершенно четко обозначена днями. У вас почему-то такой отсрочки, как вы знаете, нет. Поэтому вот этот демпфер, он как раз и все это как раз вкладывается в цену. Не надо те же цепи и люди, откуда берется в перепад цен. Вот. И поэтому, конечно, наша власть уже сейчас ФАС профилактические, так называемые, профилактические беседы произвела с… Какая-то удивительная, потому что у нас периодически есть лихие головы, которые говорят, давайте все загоним под государство. Я хочу напомнить, уже у нас есть одна окологосударственная сеть, сеть Магнит, которая принадлежит ВТБ. И почему-то она по-прежнему действует по так называемым рыночным законам или законам волчьей стаи. То есть она работает в таком же контексте, как и работают все остальные сети. Хотелось бы уточнить у наших так называемых псевдогосударственников, как же так получается. Сеть уже государственная, а почему-то цена там не снижается. Это точно такая же, как и в соседних сетях, даже наоборот. И, кстати, у поставщиков она, в общем-то, мордует не чуть меньше, чем мордовала раньше. По какой-то интересной причине? Удивительно. Поэтому до окончания выборов, о которых я слегка вскользь упомянул, будет вот такой популизм по раздаче денег. Ограничение цен и угрозы всей товаропроводящей цепочки, чтобы цена не росла ни при каких-то обстоятельствах. А вот та истерия, которая закончится, по моему оценку, в районе 5-7 октября, потом постепенно будет опар выпускаться без особого, как говорится, привлечения общественности. То есть будет приходить, происходить повышение цен. Но поскольку благосостояние людей действительно падает, и им деньги подкидывают в разы, именно как раз, чтобы они правильно успокоились и правильно проголосовали. Ну, поскольку у нас народ, в общем, недумающий, он, в общем, все исполнит, как просит власть. Но она его подкупит, а он, в общем-то, и кивнет головой. А потом, да, не будет хватать денег на хлеб. Но в этом будет виноват, как обычно, какой-нибудь местный мэр, как обычно, торговые сети. Простая формула. Что еще нужно? Великолепный народ достался нашим руководителям. Отличная территория. Можно грабить, можно врать, и все будет хорошо. А во всем виноват Барак Обама, ну или какой-нибудь мифологический олигарх. Российские власти продолжают усиливать давление на розничные сети в связи с рекордной за шесть лет продовольственной инфляцией, которая предательски разгоняется накануне выборов в Госдуму. Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки крупнейших ритейлеров на предмет ценового сговора и нарушения законодательства о конкуренции. Мероприятия проводятся в исполнении поручения президента РФ Владимира Путина. Ритейлеров проверяют на сговор с целью роста и поддержания цен. И если эти обвинения подтвердятся, им грозит штраф в размере 15% от годовой выручки. В сумме оборот пяти крупнейших российских ритейлеров составил около 4 триллионов рублей. В прошлом году штраф таким образом может достигать 600 миллиардов рублей. По данным Росстата, на конец июля темпы роста цен на продукты в России достигали 8,14%, а общая потребительская инфляция составила 6,46%. При этом сами граждане оценивают рост цен почти в 15%, а каждый пятый считает, что в стране бушует гиперинфляция в 30% и выше. Стремительно дорожающие продукты прожигают карманы беднеющим 7 лет подряд людям, чьи доходы рухнули до уровней 10-летней давности и продолжают снижаться. Дмитрий, где на самом деле нужно искать причины роста цен в розничных сетях? И каковы будут последствия показательного наезда государства на ритейлеров? Начну со второй части, она самая простая. Вторая часть марлезонского балета – это будут показательные выволочки с выездом прокуратуры по розничным сетям. С составлением актов и штрафов, ну, конечно, там не по миллиарду, но несколько миллионов, я думаю, не несколько десятков миллионов так точно ошкурит со всех розничных сетей. Кстати, да, я думаю, что и магнит, в которой есть доля государства, тоже попадет, не минит чаша сия, поскольку тут очень важно делать показательные выступления. Первая ремарка. Ну, а вторая – многие годы назад я уже написал статью, которая называется «Государство, и только государство повышает цены в магазинах». Ну, я могу сказать, то, что вы ошибочно называете государством, повышает цены в магазинах, ресторанах, в точках, соответственно, покупки телефонов, одежды и все остальное. Потому что именно оно устанавливает абсолютно не рыночные, а исключительно ОПГшные взаимоотношения, которые приводят просто к цену. Ну, а потом, используя средства массовой информации, которые она давным-давно уже прижала, поскольку интернет смотрит очень незначительное количество людей, большую часть в Вену воткнули себе федеральный канал. Ну, в общем, легко выводит людей в это состояние анабиоза, что во всем виноваты кто угодно, кроме самих властителей. Обычно задают вопрос у меня, какой здесь вывод и какой выход из этой ситуации. Ну, что я вам могу сказать? Если вы хотите реально побороться за какое-то светлое будущее, себя, своих детей, но самое главное, свое собственное будущее, отключите своим родственникам под любым предлогом телевизор. Не федеральное, ну, телевизор полностью, как класс. И вы увидите очень серьезные изменения, потому что на сегодняшний день, как пел Высоцкий, телевизор мне природу заменил. Вот в данном случае телевизор с промывочной машиной заменил людям мозг в целом. Поэтому не очень сложно бороться за ваше будущее. Отключите телевизор вашим престарелым родственникам. Уиски в России новых залежей нефти, которые могли бы покрыть выбывающие из-за добычи запасы, в 2021 году принесли провальные результаты. По итогам января-июня объем найденной нефти оказался почти в 10 раз меньше, чем объем добычи, который составил, по данным Росстата, 255 миллионов тонн. Еще хуже оказались итоги поиска залежей газа. Прирост запасов оказался в 21 раз меньше добычи, которая составила 337 миллиардов кубов. Сырьевое богатство России, традиционный повод для бравады чиновников и сокрушений экономистов, которые сетуют на так называемую голландскую болезнь экономики, уже несколько лет проедается в ускоренном режиме. Темпы, с которыми истощаются запасы стратегических и дефицитных природных ресурсов в стране, за последние три года выросли вдвое. Если в 2018 году новыми открытиями покрывалось 63% добычи, то в 2020 году эта доля упала до всего лишь 32%. Дмитрий, а нет ли в этой новости повода для исторического оптимизма? Ведь чем скорее примитивное, неэффективное, тормозащее развитие, финансирующее, дорогостоящие внешнеполитические авантюры властей, сырьевая модель экономики прикажет долго жить, тем раньше страна вынуждена будет повернуться лицом к лицу, к своим внутренним проблемам и, неизбежно пережив по аналогии с 90-ми свои 20-е или, может быть, 30-е, изыскать такие вынуждены будут пути экономического развития, которыми идут все цивилизованные страны. Ну, или не изыскать. Я надеюсь, что этот болезненный урок, он не зависит от нашего желания, мы его точно пройдем. Что меня смущает? Проблема не экономики, а проблема, какие выводы наше гражданское общество сделает в результате этого коллапса, про который, простите, но будем объективно, мы с Евгением 4 года уже в эфире. И по странным истечениям обстоятельств, если вы отмотаете чуть ранее, вы увидите, что Дмитрий Потапенко вместе с Евгением говорили как раз о 21-м году, как о той дате, о том сроке, когда будет исчерпан легкодобываемый углеводород. Ну вот, пришел этот срок. Вот, понятно, что мы не можем угадывать такие масштабные тенденции до дня, даже до полугода. Сейчас разведано все, что разведано, то разведано и показывает свою полную неэффективность. Дальше будет рост цен на углеводороды, потому что их не хватает физически. Нас-то это с вами обрадует. Тоже напомню, что совсем недавно мы с вами в наших уже с вами беседах разговаривали, дорогие мои зрители, именно как раз о том, что будет ли счастье, если вдруг ни с того ни с сего цена на нефть рванет в какие-нибудь 80 долларов. Или там, не знаю, даже там 100 долларов. Ну вот, я вам сейчас как раз мы с вами находимся в той точке бифуркации, то есть в точке исторического экстремума к принятию решения, когда да, экономика исчерпана. Исчерпана именно эта модель. Да, об этом говорит Кудрин. Ну, об этом говорили и мы с Евгением. Для этого надо иметь счетную палату и огромный какой-то аналитический аппарат, достаточно наших аналитических способностей и возможностей наших команд, которые, в общем-то, то же самое предсказывали. Ребята, а какой результат? Гражданское общество дорогое. Большая часть, которая опять-таки воткнута в тот же самый телевизор, какое-то решение принесет. Вы начнешь нести ответственность за свое недеяние, величайшую величайшую силу или по-прежнему возложишь это недеяние на происки, как обычно, западных сил. Я даю практически стоп одному, что мы, как те обосравшиеся дети, когда обосрались, в то время будем думать, что обосрались мы не потому, что мы у нас какое-то недержание или мы не в состоянии собой управлять, а о том, что это произошло по велению инопланетян, рептилоидов и даже Джо Байдена, потому что взрослеть страшно и больно. Вечером 12 августа в Воронеже в центре произошел взрыв в пассажирском автобусе марки ПАС. Две женщины скончались в реанимации, еще 18 человек получили ранения. Сначала прозвучала версия о взрыве газовых баллонов, но представители перевозчика и властей заявили, что автобус работал на дизельном топливе. Губернатор Воронежской области заявил, что водители отныне будут просить пассажиров обращать внимание на посторонние предметы. Дмитрий, каким образом эта новость связана с российской экономикой? Эта новость связана с российской экономикой совершенно прямой частью. Дело все в том, что в наших программах мы регулярно обсуждаем наши налоги. И вот вы знаете, я вам сейчас приведу одну очень забавную сценку. Как вы знаете, я владею огнестрельным, короткоствольным оружием. Соответственно, оружием владею очень давно, как человек, умеющий применять. Часть гражданского оружия уже у меня есть в наличии. И вот я приходил, проходил, что называется, в территорийную избирательную комиссию. И, вы знаете, людей взволновало, что у меня есть такое оружие. Попытка задать им вопрос, а вы понимаете, что единственную защиту в случае, если к вам придет человек не в адеквате, здесь будет человек с оружием, в том числе и вы. И вот когда мы говорим об этой части, я всегда говорю, ребята, вы не забываете, что вы платите огромное количество денег, ваших налогов уходит в так называемую мифологическую охрану. Ведь то, что происходило с полковником или там капитаном Епсиковым, по-моему, он полковником был, когда он начал стрелять в обычном магазине, все могло бы развиваться совершенно по-другому. Представим, что если бы у людей на руках было короткоствольное огнестрельное оружие, господин полковник бы даже 15 долей секунд бы не смог бы это оружие просто достать. Потому что если вы смотрите, например, то, как происходит в очень криминогенных в зачастую странах, где оружие, в том числе и есть у преступников, ну, например, в Бразилии, очень часто такие видео можно найти в интернете. Так вот, преступник, залетающий в магазин с оружием, получает пулю их от продавца, стоящих рядом, соответственно, покупателей. Так вот, когда мы говорим о взрывах в таких местах, в людных местах, заметьте, весь шутинг всегда происходит только исключительно в, по сути дела, в зоопарке, то бишь там, где нет никогда оружия. Если мы говорим про то, что сейчас может ли обеспечить гражданин свою собственную безопасность, он обязан ее обеспечивать. Только при этом, при всем, если мы говорим об экономическом аспекте, я могу сказать, дорогое ошибочно называемое себя государством, безопасность у нас никаким образом давным-давно не обеспечиваешь. И то, что происходит породишь, это яркий тому пример. Ты можешь постфактум, как это, вас убьют, потом приходите, мы расследуем. Это единственная функция того, что вы ошибочно называете государством. Вы и только вы можете обеспечить свою собственную безопасность. Для этого у вас должны быть все на это инструменты. А самое главное, на это у вас должны быть деньги. И поэтому под такими преступлениями, как Кваранжи, лежит абсолютно экономическая основа и политическая основа. Именно отобрать от наших сограждан право на свою собственную защиту, но при этом отбирать у них колоссальные деньги на их собственную защиту. Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе курс Дарюшки по Breaking News. Мы выходим на канале Дмитрия вот уже 4 года подряд. Ставьте лайк, пишите комментарии. Мы внимательно их читаем. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а если вы хотите глубже понимать, по каким законам работает экономика и что будет, если то, что мы ошибочно называем государством, будет в них вмешиваться, мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко, а также нашего коллеги, экономиста Павла Усанова. С 6 сентября стартует второй поток курса Павла под названием «Здравый смысл экономики». Первый поток собрал 336 человек из 10 стран. В рамках курса с лекцией и ответами на ваши вопросы выступит Дмитрий Потапенко. Анонс курса на YouTube-канале Павла Усанова. Ссылка на него в описании. Ваш покорный слуга выступит в рамках курса с лекцией про криптовалюты. Если вы хотите с ними познакомиться, то подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ссылка тоже в описании. Удачи вам. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!